всем доброе утро дорогие друзья вот я сегодня с утра помыла волосы и сегодня будем делать вернее я буду делать ну а вы глядя на меня может быть тоже захотите сделать маску маску я буду делать на для волос и для лица для волос у меня маска будет очень простая у кого есть кокосовое масло я вот дел из кокосового масла просто вот я сейчас я вам покажу растопила кокосовое масло на паровой бане она у меня лежит в холодильнике наверное не только для волос здесь хватит но если не хватит для лица я еще еще раз топлю и для лица собственно говоря не немного надо потому что там у меня будет мед еще и можно сметаны я возьму простокваши на данный момент у меня простокваши есть вот такой вот масочку маска для лица будет для увядающей кожи ну а для волос я просто вот сейчас я посушила вымыла волосы один раз я с шампунем потому что у меня наладченные волосы и обязательно нужно этот лак конечно же смыть я сейчас нанесу с утра прям никакого голоса не нанесу просто на волосы на слегка влажные волосы нанесу вот это вот тепленькое масло и окутаю чем-то и где-то на час а потом мы с вами встретимся вот такую вот маску я буду наносить на лицо здесь у меня две части масла кокосового масло это просто нежнейшее на волосы наносится хорошо прям волосы какие-то становятся блестящие но не жирные одна часть меда и одна часть простокваши можно сметаны лучше сметана конечно но у меня вот такая простокваша все вот сейчас перемешали я до однородной массы и нанесем на лицо минут на 15-20 эту маску можно наносить и на кожу век потому что здесь вот это вот агрессивность меда смягчает масло масло здесь больше кокосового и как маску его можно наносить и на область вокруг глаз вот так вот девочки сейчас мы нанесем масочку красоты разгладит она все наши морщинки будем молодые-молодые-молодые-молодые по крайней мере в это надо верить делать все с любовью наносить маску на лицо и говорить какая я обаятельная привлекательная а буду еще лучше должно быть хорошее настроение с плохим настроением лучше не заниматься этими косметическими процедурами вот так вот такая вот масочка получилось у нас сейчас буду на лицо наносить ну вам вас вам уже я не буду показываться встретимся за завтраком так девочки вот я все-таки вам покажусь вот такая вот маска вот смотрите она такая густая стала вот такая вот у нее консистенция вообще классная такая масочка хорошо она ложится но у меня получилось так много я уже везде ее нанесла и на на лицо и на шею и вокруг глаз в общем и даже на руки я нанесу на руки руки же тоже кожа рук выдает возраст женщины ну возраст свой конечно не скрываем я не скрываю что его скрывать все равно на свой возраст выглядишь ну может быть издалека покажется что и моложе но все равно девчонки не знаю какой смысл скрывать возраст свой не вижу смысла вот несла на руки ну конечно же за ухаживать за собой нужно как бы вы не выглядели хорошо плохо все равно нужно кожу как-то хорошее состояние чтобы кожа была и конечно хочется чтобы подольше не состарилась тем более вот сегодня у нас первый день уже такие заморозки начинается ветра морозы и масло очень хорошо смягчает кожу но увлекаться конечно это уже не нужно потому что можно пора засорить и вот так вот отключаюсь ой как же мне на телефон нажать немного оботру палец и пока отключусь все я себе процедуру сделала теперь буду завтракать вот у меня такая кашка первый раз я такую делаю кукурузные хлопья вот такая вот у меня кашка ну немного молока воды и кукурузные хлопья попробовала вкусно и с топленым маслом здесь у меня сыр и здесь вот я вот у меня здесь такие кофе сладкий я пью такая ложечка маленькая маленькая ложечка кладу две ложечки сахара и кофе вот у меня уже разогрелся ой что-то у меня уже все это испортилось кофевара кофеварка моя турка вот смотрите ручка вот этого деревянная она уже прокручивает скоро наверное турку надо будет менять такая вот только давно я уже купала и вот-вот в этой части ручка уже все прокручивает ну ничто не бывает вечно все портится когда-то берем ложечку размешиваем сахар и кофе конечно я пью с молоком люблю кофе с молоком раньше любила черный сейчас всегда я с молоком там с простым молоком не со сгущенным вот такой вот кофе кофе сыр и кашка сейчас будет такой завтрак приятного мне аппетита и всем кто сейчас за столом девочки давайте кушайте тоже завтракайте может быть у вас уже ужин а неизвестно когда же вы будете смотреть мое видео ну неважно я когда смотрю телевизор и кто-то там ест мне тоже уже хочется сразу сесть и что-то сесть и что-то съесть сейчас пришла на балкон у нас балкон объединен кто меня смотрит знает сейчас из окна смотрю вам хочу показать нашу погоду сегодня у нас первый день уже заморозки минус один по моему в общем уже на минус пошло передают уже снег всю неделю вчера был такой сильный ветер вот это пыль пыль летела ужасная ветер сегодня стих так морозненько но не дождя ничего не было пока но если от снег говорят ляжет на мерзлую землю то он растает быстро в общем начинается девочки слякоть закрывают еще окна надо мыть кто мыл окна я еще не мыла окна ну хотя они не такие уж они грязные вроде бы так ничего но окна уже хочу помыть когда все перед заморозками чтобы на зиму всегда у нас тут на жалюзи закрыты вот так вот хотя комната темная но впереди это общежитие все время там кто-то стоит курит и все как на экране так вот сняла белье видите пачка стопка стопка белья уже кладу сюда чтобы чтобы долго не лежала не люблю когда белье долго лежит сейчас я уже как стараюсь быстро вчера я выстирал сегодня сняла если мне не нужно никуда на работу я уже буду гладить белье включу что-нибудь посмотреть и поглажу в общем домашние дела никто не отменял вот я еще хожу такой с челмой на голове так вся в кокосовом масле вся буквально девчонки вся 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 все все лишнее намазала себе на на руки так маску сделала все хочу сказать заказали моим диван вот я говорила рассказывал что полку вот мы заказали уже показала как мы ее повесили все говорила что диван и будем заказывать потому что у нас диван этот но уже как-то неудобно на нем спать и он не очень-то много места мы же на нем спину здесь у меня такая метражом я отрезала вот это вот как ковровое покрывало потому что муж все время здесь сидит читает после работы приходит вот всегда здесь все-таки это можно выстирать а когда постоянно сидишь на одном и том же месте и быстро как-то и в обивку впитывается все вот это вот все запахи все как бы не гигиенично я считаю вот так вот постоянно сидеть на диване на так вот по присел встал это еще ладно когда постоянно уже сидишь конечно же нужно что-то подстилать но это я так думаю кто-то может быть так не делает я считаю что лучше выстирать и постелить свежие что вот вот таким у нас образом мы заказали диван не помню уже как называется но он вот без этой подушки вот этого подушка она же не снимается вот это вот она очень ворует много места как бы спального места и мы заказали мне хотелось диван чтобы ближе был к стене и вот здесь уже будут три подушки и не будет вот этой вот полки будет углом но не такой вот широкий угловой диван все-таки этот больше подходит ну как сидеть на нем и не для однокомнатной квартиры очень много места он занимает еле мы его впихнули вот сюда даже вот там от раздолбали всю розетку потому что когда ремонт делали очень ужасно розетку надо будет все поправить и он будет поменьше здесь вот не будет подушки будут подлокотники вот заказали вот так вот здесь вот длинный подлокотник он будет по всей ширине потому что я же здесь сплю вот здесь вот подушку чтобы положить не об обои оттиралась подушка были вот эти вот упиралась подлокотник и чем мне диван то понравился он и долго я искала вот нашла только в одном месте не помню даже уже какая фабрика что в общем здесь вот это вот у нас вот одна один ящик куда мы складываем вот белье постельное а там вот ну не постельное белье постельные наши принадлежности на которых спим а там вот вот эта часть она поднимается к верху то есть там много места и вот эта часть также вот здесь вот поднимается к верху и там тоже вот это вот место для хранения есть я даже хочу одно место наверное использовать для постельных принадлежностей а одно может быть даже обувь положил ну вот такую приличную обувь который в коробках аккуратно может быть даже туда положу потому что место у нас ни на что не хватает это вся обувь у нас стоит прихожий шкафу сверху висят куртки там что-то одежда внизу вот это вот коробки с обувь не наставлены уже очень много уже этих коробок просто ничего не убирается вот диван делали мы на заказ конечно размеры там обычные но мы заказывали свою обивку подлокотники из искусственной замши шоколад вот а здесь то на таком что-то таком молочном фоне что-то тоже такой коричневые какие-то разводы ну потом конечно покажу когда привезут и вот будем менять вот здесь обоины и рассказывал что купили обои будем менять потому что за диваном у нас ну тогда вот муж измерял обои то остались в общем то и как-то он замерил и но мы хотели не до конца клей не до пола потому что за диваном вроде бы там шелкография поклеена он тоже легко протирается и решили не до пола наклеить вот ниже дивана это он замерил и все здесь вот так вот видно наш потом подклеивали как он медленно не знаю так вот ну вот это вот стены и и вот здесь здесь тоже будут будет подлокотник ниже здесь тоже придется клеить в общем короче говоря вот вокруг диван вот эти две стены ну конечно вот это эти сабли снимать не будем это очень тяжелая конструкция она на дсп чем меня муж не повесил ее то есть за ним и не будем ничего трогать она висит и висит вот и здесь вот поставим новый диван стоит он у нас получился 29000 то есть чтобы с опружинным блоком вот это вот ткань она такая можно ее протирать тоже не помню как название у нас вот это вот также ткань это и кошки кошки ее не рвут у хотя хотя кошка вот было когда вот немного все равно вот здесь вот немного она так подрала но это незначительно незначительно в общем то она такая антивандальное покрытие обивка золотой руна у нас по моему называется эта ткань до золотой руна она прям такая нравится но уже все так это кружинку наши поизносились насколько этому дивана я не знаю лет 10 наверно не больше больше наверное лет 15 да наверное поэтому поэтому пора вот этот диван у нас вот внук приезжает он убирается еще поперек но я его вот так вот выдвигаю вот здесь вот у нас вот выдвигается то есть вот эта часть сейчас же покажу вам как же вот вот так вот она выдвигается и становится шире и он у нас убирается хорошо но если кому-то надо переночевать вдруг редко у нас кто-то ночует из когда-то там дочь приедет вдруг куда-то ей нужно вот внук а так конечно в однокомнатной квартире вот на всякий случай у нас такой вот диван этот функциональный кожаный не очень мне также нравится это муж выбирал не понравится совсем другой диван он был правда подороже тогда и как у нас ну с деньгами короче говоря на тот диван у нас немножко не хватало тот кожаный диван стоил дороже а этот вот у него подушки вот эти подушки также ворует он ворует он как бы место вот ему понравился и купили а тот диван был белый может быть конечно белая кожа быстро бы она как-то загрязнилась я не знаю белая кожа конечно уход за ней нужен если что-то здесь сидеть или как-то уже конечно она придет в негодность будет неопрятно будет выглядеть но как у меня белая куртка кожаная тоже уже как-то обид чистила я ее на все равно такой уже вид не тот белая есть белая кожа есть кожа ешь не постираешь вот но решили такой диван ну как-то без души стоит этот диван ну хотя там кожаный натуральная кожа такой приятный говорят натуральная кожа летом холодит а зимой греет ну то есть когда на нее присядешь а она начинает уже греть согревать сначала охлаждает потом начинает такое приятная отдача тепла вот такой у меня цветок уже стал давно я вам его не показывала вот я его перенесла сюда он же стоял у нас на подоконнике вот так на этом что разделяет у нас балкон внук уже отколупал штуку вот здесь стоял вот у меня здесь такие цветочки стоят на том подушка стоит подушка стоит не обращайте внимание нравится мне именно цветы не цветущие а вот у которых такие красивые листочки монстера нравится монстер у меня была она какая-то выросла меня муж ее забрал на работу сейчас она у них там на работе огромную просто у нас квартира маленькая такое дерево негде негде хранить ну вот это тоже растет нравится мне вот это вот дерево со старой работы у нас одна ушла ее растение было и я тогда она не забрала его и я тогда забрала его себе домой нравится вот именно зелень зеленые листья очень красиво ну вот так вот день продолжается дела никто не отменял одно стирается белье другое гладится вот как-то так девчонки а вас как девочки смотрела фильм сейчас алый камень это еще советский фильм я уже сейчас и не смотрю советские фильмы в общем-то как-то они уже не актуально да ну и сейчас вот посмотреть в общем ты не знаешь чего так вот фильмов очень мало хороших но вот этот фильм мне понравился кстати я его не смотрела и вот в комментариях многие пишут что они смотрели может быть даже и на полке где-то он пролежал не могу сказать в общем мелодрама алый камень играет еще молоденькая ирина розанова вот посмотрите советую такой хороший фильм добрый хороший фильм всем здравствуйте кто из вас не любит жареную картошечку наверное стали конечно от нее пропадает как говорится нам уже терять нечего ну короче говоря решила я сегодня в общем я вчера варила картошку отварила круглую и мне нравится вот именно отварной картофель потом обжарить на масле такой румяненький получится и еще у меня будет у меня будет селедочка такая вот селедочка беру всегда у нас в одном мини-маркете всегда они привозят ведрами вот таким пластмассовыми и всегда вкусная очень сельдь у них беру всегда там и вот такой крымский лук красный привезли мне из крыма но хочу сказать что такое злой злой этот лук думал он сладкий но нет но я всегда знаете как селедку но я ее разделываю все тут все косточки убираю режу кусочками и заливаю уксусной водичкой она у меня минут пять постоит потом я эту водичку сливаю режу ну вернее уже с лука водичку сливаю и потом мажу пахнущим маслом подсолнечным и вот такая вот селедочка да с картошечкой вот такой вот у нас будет ужин будущее с поем 1 потому что муж придет наверное пойдет на озеро сегодня не пойду на улице такой ветер и вот ничего не дождя ничего но такой ветер тепло и вот этот вот вся пыль песок поднимается ужасно просто конечно мне дышать не хочется но он скорее всего побежит у нас на озеро ну вот и все дорогие друзья на этом я закончу свой влог увидимся ставьте лайки дизлайки пишите свои комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал всем пока до скорых встреч а